Сегодня педагоги-психологи работают во всех образовательных учреждениях, начиная от детских садов и заканчивая вузами. Они помогают учащимся и воспитанникам справляться с различными эмоциональными проблемами и трудностями в учебе, адаптацией в новом коллективе, консультируют родителей и учителей. Работа педагога-психолога требует постоянного самосовершенствования и обучения. Одна из возможностей приобретения дополнительного опыта – это участие в конкурсах профессионального мастерства. В Славянском районе завершился муниципальный этап профессионального конкурса «Педагог-психолог Кубани». В этом году в нем приняли участие 8 конкурсанток. С напутственными словами к участницам творческого состязания обратилась исполняющая обязанности начальника управления образования Оксана Дорошко, пожелав им хорошего выступления, профессионального роста и успеха. Мне хочется вам сказать огромное спасибо за ваш долг. Я всегда своим коллегам-педагогам говорю следующее. Нам, педагогам, как саперам ошибаться нельзя, потому что за нами судьба каждого нашего ребенка. А в ваша ноша гораздо сложнее, гораздо сложнее. Мы можем не увидеть того, что можете увидеть вы. И ваша задача — вот это вот все выровнять и направить жизнь, судьбу ребенка в нужное русло. Это невероятно сложно, очень сложно, но в то же время вы остаетесь милыми, красивыми, обаятельными женщинами, замечательными женами, замечательными мамами. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, хочу пожелать вам ярких эмоций от конкурса, ярких впечатлений, и каждому из вас я желаю победы. Добрые слова пожеланий и напутствия сказали конкурсанткам и те, ради кого и для кого они работают. Школьники. Психолог? Нет, он не волшебник, не чудотворец, не атлет, не жизненных задач решебник, и он не суперчеловек. Он так же дышит, так же любит и так же чувствует, как все. Он не вершит великих судьб, он все не знает о тебе. Муниципальный этап конкурса проводился в течение двух дней. Конкурсанткам необходимо было продемонстрировать мастер-класс и провести консультацию с родителем. По итогам всех конкурсных заданий наибольшее количество баллов набрала педагог-психолог школы номер 5. Лидия Белкина, которая будет представлять наш район на краевом этапе конкурса. Он пройдет в Краснодаре в начале марта. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».